Так, коллеги, всех приветствую. Давайте немножко такое маленькое введение. Скажу так, это может даже полезно, вернуться к свободному программному успечению через 10 лет. То есть я в 2014 году ушел, можно сказать, с программного успечения свободного, открытого, и в этом году, даже точнее в 2022 году, нежданно для себя, негаданно вернулся и к преподаванию, и к этой тематике, которой до этого занимался много лет. И сегодня я постараюсь рассказать такую вещь, какие проблемы у нас возникают с СПО в школах, в принципе, из-за того, что эти проблемы возникают в педагогических вузах. То есть я такой небольшой вывел топ-10 проблем, которые есть сейчас в педагогических вузах. Они есть не только в том педвузе, в котором я сейчас работаю. Я разговаривал с другими коллегами, поговорил очень много и с преподавателями школ, и такое свое, может быть, видение небольшое скажу, и потом в куларах это все можно будет обсудить. Так, ну давайте начнем с того, какая у нас основная проблема. Основная проблема, почему у нас не внедряется СПО, я скажу так, что возвращаюсь в 2022 году к этой теме и понимаю, что с 2012 года ситуация куда-то сильно и не сдвинулась. Ну, более-менее что-то делается, как-то делается и так далее, изменения к лучшему есть, но основная причина отсутствия мотивации, она остается. Почему у нас отсутствие мотивации? А потому что это не надо, прежде всего, тому же самому министерству образования. Наш Минобор не определился до сих пор. У нас Минцифра не может определиться, если по айтишной брать направлению Минобор, тут следует в этом русле, и педагогические вузы, они не понимают, а зачем нам на СПО готовить преподавателей. В принципе. Нас и все так устраивает, у нас есть темы и так далее, и мотивации как таковой нет. Ну, давайте будем честны, нужен хороший пинок под зад. Только тогда что-то может измениться. Кроме Министерства образования никто заставить вузы и школы в дальнейшем. Это не сможет. Мы можем как-то снизу пытаться, мы можем там отдельные школы, отдельные вузы, составлять площадки, переводить на Linux и так далее, но если в общей массе это никому не надо, то, следовательно, это не будет делаться. Нет мотивации у педагогических вузов, нет преподавателей, которые готовы преподавать СПО, нет преподавателей в школах. Соответственно, в школах все буксует. Переподготовки тоже нет, ну и так далее. То есть здесь можно тоже много обсуждать. Так, предубеждение и скепсис. Для многих до сих пор свободное правоспечение, Linux и так далее, это вот уровень командной строки, хакеров и так далее. Когда пытаешься объяснить, что за последний, я такой сторонник того, что все операционные системы в конце концов придут к единому интерфейсу. Просто это уже приходит, ну это уже, если брать, например, только операционные системы, то есть примерно все развивается. Достаточно все стабильно развивается, но у преподавателей, особенно которые даже в вузах преподают, я с кем-то тоже переговорил, у школьных преподавателей, а ваш Linux до сих пор нельзя использовать, он у вас нигде не стоит и так далее. Зачем мы там будем это делать? Зачем мы будем учеников учить тому, что будет не нужно? Опять же, еще такое есть. У нас задача учителя информатики не подготовить айтишника. Задача учителя информатики подготовить специалиста, работающего с компьютера. Что у нас стоит в большинстве компаний до сих пор? Windows. Последний год сильно начал менять, но до сих пор не поменял. Это, кстати, тема. Здесь возникает еще такой вопрос, почему скепсис? Уважаемый коллега, сам начальник упомянул Республику Беларусь про закон, который фактически должен как бы легализовать использование программ спечения недружественных стран. Если внимательно посмотреть этот закон, то, что до этого предлагала Минцифры, там четко прописано, что не пиратство, а три года ближайших все пользователи программ спечения, у которого лицензии не продлены, могут использовать программ спечения, но продолжают платить за эти лицензии на государство. Специальный фонд. И что в течение трех лет может вернуться эти компании, эти денежки забрать. И вот это мнение, что это все закончится, и в ближайшие два-три года все вернется на круги свои, и ничего менять не надо, оно достаточно укоренилось. Его не поменять, его никто не хочет. Даже вот эти законодательства, вот Беларусь это обкатка, но я прекрасно знаю, что это Минцифры была, тоже наша российская, предлагала. И если такое мнение есть, скепсис, а зачем, а почему и так далее, то поэтому предупреждение есть, скепсис тому, что все вернется, и все нормально, и ничего не надо менять, и так же она остается. Методическая поддержка. Здесь опять проблема какая. У нас пятилетний примерно план внедрения, пятилетний такой срез внедрения каких-либо технологий в школу формально. То есть если мы что-то сейчас начинаем внедрять, то это в течение только пяти лет раскатывается, и в течение ближайших пяти лет потом будут использоваться. Те же учебники, которые сейчас в прошлом году были изданы, их можно в течение пяти лет использовать в школах. То есть школа закупила учебник, она может пять лет по нему обучать. Поэтому даже если мы что-то поменяем и так далее, даже внесем какие-то изменения, они в лучшем случае, конечно, сразу, если кто-то закупит на учебнике, в лучшем случае, там через пять лет масса в школу будет внедряться. Если специально посмотрел учебники, да, начинается СПО, да, это вещи, выходит Минобразование и говорит, все, ребята, учебников будет два по каждому предмету. По истории, конечно, по которой весь цирбор подняли, оставили четыре учебника, но по информатике будет два учебника. Точнее, два УМК, два методических комплекса. Базовый, Боссовый, кто знает, и углубленный Полякова. Кто? Вот кто Боссову читал? Читали. Знаете, что там? Вот я так же, вот это фейспалм, это такое большое. Поляков молодец, да, Поляков мне нравится. Поляков такой человек, который все это делал, и я бы, конечно, рад, чтобы его сделали основным курсом, потому что у него, по крайней мере, там все есть. У него есть разные языки программирования, и Python в основе лежит, и СПО, конечно, да, там надо помочь. Это надо помочь, называется, да. У него, по крайней мере, упоминаются операционные системы разные, у него нет такого четкого упора на Windows и так далее. Берем Боссовый, ну, там операционный по Windows, это все сделано. Язык программирования, их школьный, алгоритмический язык до сих пор. Scratch для начальной школы, они только собираются 23-24 год делать. Вот. И получается, что методической поддержки даже по той же информатике нет. Берем остальные предметы, там вообще швах полный. Берем УМК, вот эти ЭОРы различные, электронные ресурсы и так далее. Все знаете историю. Только сферу мы сделали. Да, версии под Linux, под Android и так далее. Работает, нормальные ЭОРы смотреть. Сказали, нет, это не пойдет. Мы сделаем мою школу. Я мою школу еще полностью не тестировал, потому что она как бы только развертывается в бете. Опять же, там, по крайней мере, HTML-технологии, по идее, должно все работать теперь, зависимо от операционной системы. Но что будет в будущем, что изменится, никто не знает. И нигде вот это, опять же, министерство наше образование, Минцифры и так далее, никто формально за этим-то не следит. Есть требования, да. Говорят так, формальные есть, но по факту делают, как делают разработчики. Тоже методическая поддержка, с чем он еще столкнулся, робототехника. Это моя тема любимая, я ей занимаюсь давным-давно. Поддержка электроники, поддержка этих робототехнических конструкторов, это головная боль. Она и под Windows уже стала головной болью, но под Windows все свелось к скретчу, к одному языку, в конце концов. Вот, но связка вот этой биндинге с аппаратурой, это вот сейчас я так пытаюсь в этом разобраться, помочь людям и так далее, может быть разберусь наконец-то. Но, как говорится, там Lego тут что-то отключает, Vex там что-то опять переделал, вот эти все новые появляются, которые конструкторы, тот же Red и тому подобное. Они, непонятно, будут работать, не будут. Я говорю, единственное, робо, слава богу, я бы начинал делать, там что-то работать будет. И посмотрели, что любимая Arduino наша никуда не денется, в чистом виде. Вот, и то, опять же, запустить тот же N-блок, кто знает, что это такая вещь полезная, запустить ее под Linux и нормально сбиндить, хотя там есть Linux-версия, нормально сбиндить с аппаратурой, это тоже не для среднего ума преподавателя. Я айтишник там вот сидел, вот я сижу ради интереса там пишу, хотя людям надо помогать, это отдельно будет следующий разговор. У меня это ушло, думал там, а, что там сделать, за 2-3 дня сяду, я же с этим разбираюсь, у меня вот аппаратура есть, единственное, сейчас вот веду, взять, попробовать, подцепить. Я третью неделю сижу, не могу сделать. А что говорить обычным преподавателям? То есть методическая поддержка, ее как таковой нет, учебники, опять же, тоже проблемные, не прописаны, если взять книги, вспомните, когда последний раз издавались книги по тому же джимпу. 12-й год, 13-й год я нашел. То есть нету никаких книг, по СПО, вот таких вот книг не издается. Откуда брать преподавателям информацию? Это уже отдельный вопрос. Так, вот приходим к отсутствию информации как раз. То есть, если по Пайтону можно найти, но опять же, смотрите, какая хитрость. По Пайтону есть, да, это есть часть информации. Часть информации может потому что джимпу есть. Как распространенный продукт, его, слава богу, засунули в учебники, он нормально прописан и так далее. Но если мы возьмем какой-либо более сложный продукт, интересный продукт, вот меня спросили, а с видеоредакторами как? Так, вернусь к этой теме. Или спросили, а что делать, если нужно там со звуком поработать более профессионально, чем предлагает уже Audacity. Вот, то есть даже если информация есть, преподаватели не знают, где ее найти. И вот какого-либо единого ресурса, где они могут эту информацию найти для себя, его даже он есть. Даже вот Alt-Linux по Alt-образованию хочет хороший достаточно ресурс, потому что, ну вот я не знал. Когда мне сказали, я нашел, ой, классный. По другим там операционным, то есть это версия тоже Linux, по другому SPO тоже есть ресурсы. Но они в поиске, может быть, не вылезут на первое место. И преподаватель там в вузах, тем более такого списка у них нет. То есть как таковой информации, если, говорится, это не на виду, если вот не показано людям, то этого нет. Оно где-то там в просторах интернета теряется. Неразбихалкафикациях, лицензиях и разрешениях. Мы, айтишники, не можем разобраться в лицензиях. Вот, любимый мой чатик в Telegram Open Source, в котором я тут усомнился в юристах, там потом на три дня спор по этим лицензиям пошел и так далее. Или я как бы полгода поработал в компании JetBrains, и до сих пор как бы спорю, называют, что кто-то говорит, что JetBrains Community Edition, он не свободный. А с другой стороны, кто-то говорит, что он свободный, там Apache 2. И вот, а можно спорить до бесконечности, потому что там кто-то прав, кто-то неправ, и там будет ответственно посередине, так ведь, потому что что-то не разрешает, что-то нет. И вот получается, что для очень многих продуктов эти лицензионные тонкости, они имеют такую узкую грань, что простой этот человек в этом вообще не разберется. А специалистов по лицензированию, вот давайте, у нас их нету нормальных, а в вузах их тем более нету, и этому никто не учит. А преподателям знаете, что надо? Преподателям надо вот так, светофор. Вот зеленый свет, желтый свет и красный свет. Зеленый это надо использовать, желтый свет аккуратно использовать, красный это вот крайняя необходимость, если у вас совсем уже ничего нету, машин там на горизонте нету, свободного полтора уже нужно использовать. Вот таким вот образом. А вот так они, мы, говорит, запутываемся. Потому что она начинает объяснять, свободы и тому подобное, и так далее. Если брать вот эти лицензии, которые кросс-лицензированы, двойное лицензирование, и так далее, преподателям вообще темный лес. А это информатики учителя, которые, по идее, темы лицензирования затрагивают при преподавании. Вот. Так. Ну, несовершенность программа спечения. Справа Cadenville наш. Слева DaVinci Resolve. Кто-нибудь пытался видео монтировать? И там, и там. Я пытался. В DaVinci можно. Что? Ладно, потом в кулуарах поговорим и так далее, все эти вещи. Ну, кому что нравится называется, но, ладно, это еще хороший пример. Некоторые примеры, как сказали, что за инопланетяне писали. Так, коллеги, дайте, пожалуйста, оратору закончить. Это просто, это еще хороший пример, но на самом деле есть, опять же, несовершенство. А второй, опять же, смотрите, учебники, как я сказал, цикл большой работы, там 5-10 лет. Какой шанс того, что разработчики какого-то программа спечения через 3 года решат, что им это не нравится, все снесем, сделаем новый интерфейс? Это себе разработчики проприетарного, они все-таки 10 лет где-то так затраивают, они сильно не меняют интерфейсную часть свободно, спокойно. И поэтому получается тоже проблема. Так, дальше, сектанство, это как видят нас, преподаватели, айтишников. Как говорится, понятно, это секта, а это вон пытаются тендер поделить. Какой-нибудь разработчике свободного проприятия, как мне там коллеги сказали, это, говорит, у вас, вот это мой офис сидит, там еще кто-то, а это LibreOffice, там переклеили шильдики и пытаются разобраться с ним, на тендер пропихнуть. То есть получается, что как таковое, когда между собой начинается грязня разработчиков того же свободного программа спечения, ее видят на форумах или еще где-то, это не дает каких-то приоритетов и не дает преподавателям проникнуться этим программом спечения. Так, смена парадигмы потребления ПО. Мы все сидим в смартфонах, и многие говорят, преподаватели, а зачем вообще нам это из ПО? Это уже консерватизм. Нет, как сказали, так, это консерватизм иммобилизованный. Вот, то есть получается, что во многих случаях потребление ПО ушло в облака, и оно работает через VM-интерфейс. Очень много такого ПО, и в некоторых случаях даже ученики или кто-то, работодатель, сотрудники, не работают в программном спечении, именно которое ставится. Им операционка не нужна, в принципе. Им главное, чтобы браузер был. Все. Поэтому это тоже влияние оказывает. Так, отсутствие евангелистов. Надо продвигать. Посмотрите тот же Хаббр. Сегодня только была статья про установки IDE Arduino в Linux. Минус 25 баллов. Нельзя так продвигать. За час. И тому подобное. То есть формально продвижения нет. Возьмите основные ресурсы. По СПО такого продвижения нет. Нужны евангелисты. Профессиональные евангелисты, профессиональные люди, которые продвигают, которые свободно правильное спечение. Ну и грубость разработчиков. Когда у нас нет всего первых девяти пунктов, куда идут у нас преподаватели? Они идут к разработчикам. Да, там был слайд. Слайд был уважаемый мной Андрей Черепанова. Там было написано, что это форум, а не техподдержка. Нет, а там уже мем называется. Не помню, в каком году написано. Это говорит, форум вам не техподдержка. Вот так. Ну получается так, что преподавателям некуда идти. Вот у них нет ничего. И они вынуждены идти к разработчикам. А нельзя пускать простого человека к разработчикам. Нельзя. Преподаватель ранимая душа очень. Он приходит к разработчику, его там опускают саму оценку ниже плинтуса, и преподаватель соображает, то ли он дурак, то ли кто-то здесь. Поэтому получается, что все это вместе, ну или надо все-таки, как говорится, для преподавателей отдельных людей, которые стрессоустойчивы делать. Ну это, как говорят, раньше был отдельный человек, который связывал айтишников с бухгалтерами, но такой же человек нужен, связывающий айтишников с преподавателями. Время вопросов. Да. Все. Да, можно вопрос? Спасибо большое. Сразу из школы. Один вопрос. По теме. Я вот на самом деле сферам и мою школу вы зря противопоставили. Это они вполне друг друга. Одно и то же в кулуарах по этому поводу поговорим. А у меня вот насчет семены родимого потребления ПО. Вопрос. Он живет в облаках, СПО к этому упирается в отсутствие необходимой связи, с гаджетами учащихся. Формально запретно использованный на уроках является лишь попыткой закрыть глазарь на реалии. Но это не так. Действительно использование гаджетов на уроках, это не формальный запрет. Это очень долго обсуждалось, причем обсуждалось с Кравцовым в том числе, очень много, с моим участием тоже, поэтому я знаю, о чем я говорю. Это формальный запрет. Нет, это не формальный запрет. Это потом поспорим, я вам объясню, почему он формальный. Это не по теме СПО, это кулара. На самом деле, почему вы написали, что нет этой связи? Девкин, пожалуйста. Ну вот нет связи гаджетов. Алексей, ну вы жесткий. Нет, нет, я потом, как нет связи. Может быть, неправильно поняли. Правильно, спасибо, Алексей, вы правы. Нет, там, скорее всего, потом объясню. Господа, давайте мы вам раздадим перчатки красненькие такие большие, и вы в коридоре поговорите. Да, по переписке. У меня вот такой вопрос. Смотрите, правильно я понимаю, что основная проблема, если вычесть из вашего антииконостаса, если вычесть из него проблемы, которые возникают, когда преподавательская среда начинает взаимодействовать непосредственно с этой спрошной тусовкой, минуя какое-то передаточное звено, что основная проблема – это что вообще-то по-хорошему нет никого по-настоящему заинтересовано в решении всех проблем, которые вы показываете. И даже когда государство заявляет, что оно хочет решить эту проблему, оно решает очень по-своему. Вот кто бы мог быть заинтересован, быть таким местом для продвижения или инструментом для создания методических материалов, для всего, о чём у вас здесь написано, ну, за исключением ликвидации сектанства, сектанства невозможно. У нас есть, как говорится, сейчас это точки, так называемые, в которые сосредоточена вся власть. Это просвещение издательства, они всё забрали, давайте так, признаем. Вот они не могут быть заинтересованы, это очевидно. Ну, опять, начнём с того, пока МинОбр не будет заинтересован, внизу не будет движения. То есть это, в этом уже ничего не сделают. Дальше, может быть, МинОбр не будет заинтересован, но будет заинтересован тот же МСОС-педагогическое МПГУ, например, который спускает сверху вот эти все указания, направления, программы примерные, то есть кто-то сверху должен начать спускать вниз. Потому что ВУЗ, ну, давайте так, ВУЗы, они все, они, конечно, хотят что-то пытаться делать, но ему обычно сверху что-то говорят, вот вы вот это не можете. Семистичненько, но спасибо. Александр, ещё один вопрос, можно? Про выученную беспомощность, которую вы говорите. Вот вы работаете со школьниками, вопрос у меня такой, ну, ваш институт, ответ, я, наверное, надеюсь, что, да, вы с ними работаете, вы приглашаете с проектами и их защищаете. Вопрос, пожалуйста. Вопрос. Вы же можете сами сделать в положениях того, чтобы эти работы были на СПО. Правильно я понимаю? Можете ведь это сделать? Так, опять же, смотрим внимательно. Работы со школьниками могут быть, это раз, да? Да, положение можно сделать. Но вопрос даже не про школьников, а про учителей. То есть речь. Я, например, лично ни с кем не работаю. По одной простой причине, что я формально ручу студентов и консультирую людей. Так ваши студенты должны работать со школьниками. Всё, спасибо. Вопрос про Минобор. Можно? А вот вы говорите, что Минобор не заинтересован. А сами бы вы не хотели пойти в Минобор и этим заняться? А кто меня взял туда? А поехали спросим. Потому что это, вот я скажу так, специалистов, которые разбираются в СПО, мы все известны. У нас достаточно много, которые есть, которые это подвигали и так далее. У меня достаточно такой опыт. Большой, может сказать, потом и негативный опыт. Я обиделся капитально. Но, как говорится, Минобор, вот это такая… Скажите, Минобор кем? Кем? На какую должность? Нет. Замминистра. Это главное. Да не только Минобор. Есть вопрос, на какую должность. И как повлиять? Может быть, на должность, которая над Минобором. Да, это было бы шикарно. Да, извините, мы уже на время следующего доклада заехали. Спасибо за доклад. Блестяще описанная ситуация в 15-летней давности. Все, что вы говорили, было актуально 15 лет назад. Сейчас ни один из представленных вами аргументов актуальным не является. Ну, я к ПИДВУЗе. Я вижу. Любой ПИДВУЗ посмотрим. И я вам расскажу, что ситуация не поменялась. Спасибо, Александр, спасибо большое.